Друзья, добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Светлана Лаврова. Формирование ДНК через сознание. Тема. Светлана, добрый вечер. Приветствую всех. Вас не слышно. Можно микрофончик? О, все. Вот, сейчас слышно. Да, ребят, я бы, наверное, хотела начать с того, я, конечно же, затрону эту тему обязательно, и хотела бы я начать с того, что еще раз поблагодарить, наверное, своих ребят, с которыми проходила, проводила. Очередной ретрит. И для меня, для меня огромное, наверное, какой-то бонус, какая-то галочка, какое-то именно то понимание, что я иду правильным путем после того, как они начинают писать свои результаты. Вот прошел уже практически месяц после того, как очередной ретрит у нас закончился. И ребята, когда пишут такие результаты, что у них начинают сбываться желания, что они выкладывают ролики, как они могут перемещать предмет, не касаясь его и изолируя полностью от каких-нибудь внешних воздействий, как они могут перемещать этот предмет. Какие с ними происходят чудеса. И вот эти вот все моменты, про которые они говорят, для меня это очень приятно. Для меня это, в первую очередь, тот критерий, где я понимаю, что я иду к доступности, чтобы дать понимание ребятам, как это на простом языке, как наше физическое белковое тело может не только существовать, но и проходить вот эти вот этапы очень просто. И, конечно же, могу сказать однозначно, что ребята, они становятся уже абсолютно другими. То есть они познают, что такое смерть. Как бы это ни было смешно или там нелепо, но это действительно так, они четко понимают, что такое жить в теле, что такое жить вне теле, как управлять временем, временным пространством, которое находится вне нашего аватара и внутри нашего аватара. Это те моменты, когда они четко знают, что такое вечность и как прийти к этой вечности, как перезагрузить ДНК, как мы выходим на новую спираль уровня нашей новой жизни вновь и вновь, каждое мгновение этого существования. И это очень здорово, потому что не всегда получается через экран, не всегда получается даже на личных консультациях. Но когда человек с тобой в одном поле, то ты можешь каждый вот этот вот момент отследить и вытащить из него. И это очень здорово. И за это я, конечно, ребят благодарю, что они приезжают, что они выходят, что они учат с собой, они точно так же продвигают и меня. И еще могу сказать, что на следующий ретрит, который будет с 28 ноября по 2 декабря, на ретрит приедет познакомиться, наверное, многие его знают, Человек-паук Андроныч. И он будет присутствовать на следующем ретрите. Мы с ребятами с ним познакомимся, он нам даже какую-то там расскажет про себя. Вот это тоже будет здорово. Ну и, конечно же, хочу пригласить ребят, у кого нет возможности приехать на ретрит. 28 и 29 октября будет, я приеду в Москву, и там у нас будет встреча. Но единственное, там ограниченное число людей будет. Очень ограниченное, вот так вот мы решили сделать. Поэтому, если у кого-то есть желание, то пишите, и я вам скажу координаты организатора. Если будут места, то на вас с огромным удовольствием мы вас всех туда примем. Я там расскажу некоторые вещи, такие, которые не рассказываю в эфире. И, конечно же, 30 числа я буду на слете «Автономов». Там будут великолепные спикеры, просто шикарные. И, ребят, если кто-то еще не собрался, то собирайтесь. Там всегда весело, так здорово. Там просто великолепные люди будут с вами находиться. По-моему, там практически неделя будет у ребят. Поэтому тоже классно. Вот. Тема сегодня, я не просто так заявила, формирование ДНК через сознание. Формирование ДНК через сознание. Я в очередной раз убеждаю, что, да, мы можем полностью менять свое ДНК. Мы можем полностью менять свое чувствование. Мы можем полностью изменять свое чувство меры, как внутри, так и снаружи нашего аватара. Мы можем полностью менять, формировать ДНК под те запросы, которые есть у нас. То есть это и вечность. Я сейчас достаточно глубоко, наверное, такое грубое слово потребую. Тестирую свой аватар на состояние вечности. Как меняется плотность вокруг меня, как меняется восприятие вокруг меня и до чего я вообще могу дойти. Конечно, это сейчас очень рано об этом говорить, потому что мы можем поговорить об этом лет через 100, через 200, да, будет более актуально, если наши власти не запретят нам по определенным причинам. Но могу вам еще, ребят, сказать такой небольшой момент, сказать, что происходит у нас в мире. Вы, наверное, все об этом знаете. Кто-то молчит, кто-то говорит об этом, кто-то не хочет говорить, потому что это кажется из какого-то фантастического мира, который не относится к нам. Но на сегодняшний день я работаю с мужчиной. Это второй человек в моей практике. Он не русскоязычный, он из-за рубежа. И есть такие в России, но в России лично я при личной беседе с такими людьми я не встречалась. Но с зарубежными господами у нас идут определенные процессы. И могу сказать, что там происходит группа людей, которые работают по правительственной программе, так скажем. Я не знаю, как правильно сказать, может быть, это не правительственная программа, может, меня простите, может быть, это я от своего незнания так говорю. В общем, это группа людей, ученых, научных сотрудников, которые собирают пол людей, которые достаточно с мягкой аурой, я бы так сказала, да, потому что к ним очень проще будет достучаться. И они меняют формирование их нейронных связей, нейронных сетей при помощи ультразвукового сигнала через звук и через вибрационное восприятие светового излучения. И они меняют полностью их нейронные сети, нейронные связи, открывая то, что обычному человеку достаточно сложно с этим жить. Но, по крайней мере, люди, которые выходят на определенный уровень самого себя, они видят несколько других плотностей. И они как раз проводят эксперименты, что открывают вот эти вот планы обычному человеку, но не всегда дают инструкцию, как этому обычному человеку вот с этим жить. И такие эксперименты, к сожалению или к счастью, проходят достаточно часто сейчас за рубежом. И с такими людьми я работаю, потому что нет понимания, как жить с теми процессами, которые для них открылись. Нет понимания, как жить с теми вещами, когда ты, может быть, у кого-то были это разовые вспышки, у кого-то, может быть, пришел к этому постоянно. Человек, который напитывается в определенный момент, я бы так сказала, водой, потому что это переносчик, информационный переносчик. То есть водой – это не в прямом смысле, что ты там опупаешь, отекаешь или еще что-то, да. У нас просто есть несколько стихий, несколько моментов, которые мы наполняем свое тело. И когда мы пропитываемся, так сказать, водой, то мы можем очень тщательно, очень хорошо видеть те процессы, которые невидимы обычному глазу. То есть, например, человек заходит в транспорт, да, а мы можем видеть, что у него было там какой-то период времени, какой-то период времени в предыдущем, не том, что в предыдущем воплощении, да, а какое-то время назад. То есть неделя назад, месяц назад, несколько лет назад. То есть вот этот отпечаток, если он достаточно глубоко в него сел, это видно на каждом человеке. И когда ты не умеешь этим управлять, то в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто сходишь с ума, ты ходишь среди людей, и ты видишь не человека, а его историю, его проживание, его переживание, его результат того, кем он сейчас стал. И это на определенном этапе достаточно тяжело получается. И когда вот этим людям, таким людям, либо когда мы по определенным причинам, по определенным продвижениям самого себя, когда мы очищаем, вычищаем аватар, когда мы идем какими-то практиками своими, либо чужими, к определенным состояниям, очень часто мы доходим до каких-то состояний, до тех, с которыми мы не можем, мы не понимаем, как с ними быть. Мы не понимаем, что с этим делать. Когда у нас проявляются запахи, те, которые мы не понимаем, что это за запах, но мы четко понимаем, что вот этот запах ведет, например, вот к этому. Когда мы видим световое поле человека, причем это световое поле, да, это не просто человек светится одним цветом, а когда ты смотришь на человека, и ты видишь, что у него в разных местах разная цветовая гамма, в разных местах его организма. Это сначала кажется весело, а потом ты понимаешь, что ты, когда ты не понимаешь, что с этим делать, когда ты видишь человека, например, там в свете, когда ты чувствуешь, что от этого вибрация такая идет, от этого вибрация такая идет, Ты постепенно начинаешь появляться дискомфорт самого себя, не зная, что с этим делать. И, конечно же, чтобы по максимуму это убрать, по максимуму это сгладить как-то, наверное, про это я сейчас в большей степени и рассказываю. Но я опять же могу сказать, что я не гуру, я не знаю всех моментов. Я могу рассказать только про те моменты, которые я прожила. Я могу рассказать про те моменты, которые прожили те ребята, которые со мной много контактируют, которые мои друзья, я уже могу в полной мере это сказать. И когда мы с ними общаемся, когда мы понимаем, какие процессы происходят и как их выровнять в определенное состояние взаимопонимания с самим собой, то, конечно же, я это стараюсь передать. Я это стараюсь сказать, потому что на сегодняшний день мы все прекрасно видим, что человек начинает максимально раскрываться. И это раскрытие идет настолько быстро, что наше сознание не успевает за ним. Вернее, как не сознание, да? Я уже говорила, что наш ум – это такой фильтр, это, наверное, орган-сос, которым мы должны пользоваться в определенные моменты. Сейчас, секунду. Сейчас. 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 да мое физическое тело мое сознание и когда мы приходим единому сознание душа то есть вот это вот я есть свое физическое белковое тело то тогда происходит осознание всего этого круговорота и когда вот это вот приходит осознание что вот это вот эта композиция в этой плотности осознается то после этого вы можете начинать управлять да вот этот грубо слово не контролировать ни в коем случае но управлять какими-то процессами которые происходят в вашем белковом теле в нашем белковом теле происходит те процессы формирования нашей днк которые формируются на рост зубов на какую-то нашу внешность на определенное состояние здоровья нашего аватара на на тот промежуток жизни которые мы на данный момент рассчитываем чтобы определить наши дальше дальнейшее существование в этой плотности и вот через это осознание как раз вот через это осознание я иду мы с ребятами идем чтобы понимать сколько нам нужно времени чтобы на определен чтобы закончить как бы определенный класс определенные возможности определенные физические и через сознание информацию не информационные а знания которые мы вкладываем наш физический аватар в этой плотности потому что я уже не раз говорила что если я понимаю что мне нужно пройти вот определенный путь который даст мне вот такую вот такие то знания и эти знания например за ним могут занять ну например там 300 500 700 лет то мой аватар если я иду к этим знаниям если эти знания идут от души от души это значит к нигнуть как бы это смешно не было это это то что по свету это то-что оцвету то есть мы не можем идти от зла мы не можем мы типа в лыжи мы не можем идти от разрушения чего-либо, как бы оно не было замечательно, как бы оно не было импозантно, феервично, еще что-то, мы никогда не пойдем через зло, через зло мы можем себе выделить какую-то маленькую дозу нескольких лет, и потом мы все равно пойдем на обывание, то есть через ложь, через разрушение кого-либо, мы никогда ни к чему не дойдем, и поэтому, когда мы идем через свет, через свет мы идем только тогда, когда душа поворачивается к нам, то есть когда мы себя находим, когда мы себя находим, тогда мы можем определять через сознание именно тот пул делания в этом физическом теле, и тогда наше физическое тело как раз подстраивается под эту вечность, сколько она будет, это может быть тысяча лет, это может быть 10 тысяч лет, это уже абсолютно неважно, оно в любом случае подстроится, потому что уже доказано ни одним ученым, ни одним институтом уже даже доказано, что наши клетки, у них нет какого-то лимита, хотя нам сейчас на сегодняшний день пытаются доказать, что это так, но по факту эта теория, она все равно разбивается в определенный момент, она все равно не может устояться, потому что наши клетки, они всегда идут в деление, и если нам, даже если говорят, что одна клетка может делиться настолько-то, то если одна клетка поделилась настолько-то, из этой клетки то, что поделилась, оно делится настолько-то, это бесконечный, это вечный результат, и если мы хотим прийти к этому вечному результату, то нас ничего не сдерживает, кроме наших ограничений, которые нам в определенный момент заблокировали, я бы, наверное, так сказала, что, чтобы туда не ковыряться, мы сами себе заблокировали в определенные моменты те познания, которыми мы можем обладать, через нашу деградацию мы убрали те моменты, которыми мы можем пользоваться, но как только человек приходит к свету, как только человек приходит к любви внутри себя, у него начинают распаковываться те базовые настройки, которыми он может спокойно пользоваться в повседневной жизни. Не знаю, ребят, столько всего она говорила, если есть вопросы, то задавайте, я с огромным удовольствием отвечу, если что-то непонятно, то тоже спросите, я попробую еще как-то по-другому это рассказать. Светик, привет, рад тебя видеть, красивый лак, кстати, у тебя. Привет, Андрюш, да, я старалась. Есть такой вопрос, вот, допустим, вот эта вот вся ментальная информация, она как бы ментально обволакивает и остается, вот как ты сейчас говоришь, эта информация, она остается и она обволакивает, вот чем ты больше, как бы и общественной информации, и в общем, как себя вести, как жить, как жить, как питаться, как, ну, в основном, как бы, оно все влияет на твою ментальное или физическое, ну, в общем, она тебя программирует, получается так, да, вот как ты сейчас это рассказывала тоже, ну, ты, получается, видишь намного больше и даже дальше, чем, допустим, простой, да, человек. Как выбраться из этого ментального? Только через... Да, смотри, Андрюш, именно поэтому я, вот у меня завтра начинается курс марафона, возможности меня, и я его немножечко перебазировала, я там буду делать индивидуальные проработки, и как выбраться из этого? Мы, как ни крути, мы себе очень редко, по-честному признаемся в чем-либо. И это касается вот таких вещей, прям вот, когда вот, ну, вот элементарно, да, скажем там, такие вещи, что, например, родители очень любят своего ребенка, прям очень любят. Они все делают для своего ребенка, но видят, что постоянно вот их ребенок, вот их чадо, что-то вот он начинает там юлить, хитрить, там еще что-то. И вот этого вот понимания нет, думаю, что же с ним такое? И вот эта вот честность, она заложена настолько глубоко, что даже не всегда понятно, что ее можно вообще оттуда достать, что вообще оттуда можно что-то достать. Но когда мы, я просто это пример такой, да, но когда мы начинаем разбираться, вот я, например, начинаю разбираться вот в этой вот семье в данной, вот, то получается так, что когда мама и папа, абсолютно любящие два человека, у них настал какой-то определенный кризис в их отношениях, и они решили, что им нужно идти на следующий этап их отношений. Они решили забеременеть, завести ребенка, да, ну, родить ребенка. И когда они рожают этого любимого ребенка, вот вроде бы все хорошо, да, да, вот они любили друг друга, они решили перейти на следующий уровень самих себя, своей ячейки общества. Они родили любимого ребенка. А по факту что происходит? Если мы залезем вот в эту честность, то есть смотрите, какая глубина честности, то получается, что они, не осознавая того, они запрограммировали ребенка быть связующей нитью не индивидуально, не индивидуума они рожали, а это запрограммированная связующая нить между любящим мамой и любящим папой. И этот ребенок не может стать индивидом, он не может стать сам по себе, потому что он уже запрограммирован этой ДНК быть связующим звеном. И он мечется, то есть он не может найти себя, этот ребенок, неважно сколько ему лет, два года, пять лет, двадцать пять лет. Он никогда не найдет себя, пока родители не осознают вот эту связь, когда они хотели этого ребенка. Понимаешь, как вот туда можно нырнуть? Да, да. Понимаешь, спасибо. Ну такая у меня теперь еще просьба к тебе есть. Вот в прошлый раз ты, когда я тебя просил, ты все негативные качества, все как бы негативно рассказала о том, а переходит в ладон, и с самого начала я все это наблюдал, ты мне все это рассказывал. Теперь можешь с нами поделиться о позитивных, что вот на данный момент? Ребята, во-первых, я могу сказать абсолютно точно, вот прям вот абсолютно точно, я могу сказать, что человеку физическому телу не нужна ни еда, ни жидкость. Я не хочу говорить там, сколько там кто не ел, сколько еще, не хочу приходить к этим цифрам по новой. Я могу сказать это абсолютно точно, я могу сказать абсолютно точно, что когда мы начинаем говорить, что вот я сыроед, вот я вот ем только травку, вот я ем только фрукты, я ем только овощи, а тот мясоед, ай-яй-яй, какой негодяй, это мы опять же себя обманываем. Неважно, чем мы закидываем свое тело, на каком-то определенном этапе, да, мы очищаемся, но тем не менее, что мясо кусок мы захламили наш организм, что травой мы захламили наш организм, но это очень долгая тема, я сейчас не буду на ней останавливаться, меня сейчас, конечно, закидают помидорами, но, ребят, признайтесь себе по-честному, что чтобы вы не закидывали в наш организм, это все равно полное говно, вот нужно вычищать в первую очередь голову. Вот, что есть приятного? Те люди, которые меня окружают, они все люди, они как минимум малоеды, вот, в них отпадает потребность есть несколько раз в день, это констатация факта, вот, это первый момент. Второй момент, и я, и люди, мы очень любители разговаривать друг с другом по-честному, у меня очень много друзей сейчас, прям, вот именно друзей тех людей, которые без пафоса, чтобы там для галочки там сказать, там, ой, приезжай ко мне, мне там хорошо, нет, именно тех людей, которые отдадут вот последнее, потому что последнего не бывает. И это действительно так, потому что, когда ты приедешь в Россию, тебя примут так, что ты даже не ожидаешь, как тебя примут, потому что это все идет от сердца, вот, приедь, потом расскажешь всем. Вот, это второй момент. И третий момент, конечно, самый такой, ребят, я могу сказать абсолютно точно, что человек единоразово, единовременно, сразу же живет в нескольких плотностях, в нескольких реальностях, в нескольких мирах, можете назвать это как хотите, но это я сейчас знаю абсолютно точно. У меня есть и те друзья, которые это уже осознали, прочувствовали и живут так. Я сейчас так живу, и в этом состоянии я укореняюсь, и это абсолютно другие состояния. Вот, и происходит очень много хорошего, но прежде чем прийти к этому хорошему, нужно, наверное, все-таки сказать, через какое говнецо вы пройдете, потому что не бывает такого, что вот вы только начали перестали кушать там или вышли на какой-то уровень осознанности, и все стало зашибись. Нет, это нужно именно, потому что я-то тоже еще иду, у меня путь мой только-только начинается. И я вижу вот эти вот, чем глубже я познаю какие-то моменты, тем я понимаю, что я не туда иду, а я туда ухожу. Чем глубже я познаю, тем больше я иду в глубину, это не на дно, а в глубину, тем больше я познаю, ой, я еще вот это вот не увидела, я еще вот это не увидела. Я не увидела, сейчас я вижу программы детей, своих детей, которые я неосознанно на них нацепила. То есть я вижу те программы, которых я неосознанно нацепила, те программы, которые я видела на родителях. То есть я вижу свой род, как работать со своим родом. И вот это вот все глубже и глубже, когда ты спускаешься, ты понимаешь, что у тебя все больше и больше работы над самим собой. И это с одной стороны, конечно, увлекательно, а с другой стороны ты понимаешь, думаешь, боже мой, как можно было вообще столько всего сделать за вот такой непродолжительный период жизни. Вот это тоже есть. А можно ли закончить эту работу? Или она как бы будет идти все дальше и дальше, или все равно есть какой-то предел вот этой работы? Через РОД и через все эти программы, через всю эту информацию, которую ты получаешь? Нет, ты когда РОД прорабатываешь, когда я проработала, например, по детям, вот те программы, когда я отщелкала, те программы, которые я неосознанно нацепила на своих детей, когда я понимала, как я их рожала, то есть они, да, любимые дети, нас с мужем, с предыдущим были очень гармоничные отношения в свое время, но тем не менее я их достала, я их достала через какое-то время, когда я даже не знала, что вообще такое возможно. Я их проработала, и они ушли, все, я их проработала, я увидела изменения в своих детях в первую очередь. Потом проработка с РОДом, проработка с РОДом, но тут, понимаете, еще проработка с РОДом, я не могу сказать, что она как-то, РОД это же поколение, это же сколько тысяч лет до нашей эры, и когда ты начинаешь прорабатывать РОД, ты прорабатываешь РОД технократии, ты прорабатываешь РОД в этой плотности, а потом ты прорабатываешь РОД, которые тебе, например, дают определенные моменты, определенные тотемы, с которыми ты работаешь, с которыми ты живешь уже в этой плотности. И там немножечко по-другому. Но у нас нет начала и нет конца. И какие-то моменты мы проработали и проработали, а какие-то моменты мы проработали и идем дальше в глубину. То есть в следующие поколения, в следующие моменты, потому что мы же находимся не только на этом земном круглом шарике, понимаете? Ведь я же не просто так говорю, что несколько плотностей. Плотность — это же не как нам показывают, не как мы привыкли видеть, что это вот глобус, да? Это же не про это. Это нам просто дали какие-то определенные координаты, по которым мы ориентируемся в нашем сознании, потому что наше сознание, оно достаточно узкое. Чем больше мы раздвигаем сознание, тем больше мы видим плотностей. И нам уже, когда наши, когда мы некоторые книги читаем, некоторые, что кто-то там перемещался по другим планетам, по другим каким-то, не знаю, там еще как-то передвигались. Это же только маленькую часть описали. Когда вы идете в другие плотности, там уже абсолютно все по-другому. И вот эти вот земные, там земля, там еще что-то, еще что-то, это вы понимаете, что это такая мелочь, это та мелочь, которую мы можем постигнуть примерно где-то в течение ста лет. Вот эту информацию мы можем полностью усвоить в течение ста лет. Но у нас же еще дальше есть. Мы настолько глобальны, чтобы нам вообще все вот это вот переработать, то, что для чего нам дано вот это вот, вот этот аватар, наше белковое тело. Но как минимум, это только что я сейчас вижу, как минимум нам нужно тысячу лет. Почему вот этих людей, которым 600 лет, 700 лет, почему они начали открываться, почему их так, про них так много сейчас говорят? Потому что они всегда были, и мы перешли наконец-то на определенную плотность, когда мы можем их как минимум увидеть. И это очень здорово. Но это тот класс людей, который мы можем увидеть, а кого мы не можем увидеть, представляете? Это пока мы не можем увидеть. Ну, об этом тоже говорят буддисты, они могут тоже через все эти плотности гулять. И ведьмы тоже я слышал. Ну, не слышал, видел, и как бы тоже имел дело с этим. Так что, ну да, это все есть. Согласен с тобой. Спасибо, Света, большое. Пожалуйста. Может, у кого вопросы есть еще? У меня есть вопрос, но я пока... Я попозже... Ладно, будем сейчас пока. Готов пока задать. С вами был, пока. Может, в YouTube там есть какие-то вопросы? В YouTube, я вам только помогите найти жену. Как раз по теме, да? Да. Саркиз. Ну, Саркиз, я могу сказать тебе однозначно, как только ты будешь готов дарить себя полноценной, искренней женщине, то она у тебя моментально появится. Неважно, как это произойдет, но это будет прям сразу же. Да, вот жена потерялась. Ребят, задавайте вопросы. Если нет вопросов, то я буду вас покидать, потому что... Да, давай, формируй свой вопрос. И как раз... Да, Курчик, давай. Ну, ладно, тогда... Это больше не вопрос, а просто проверка связи, можно сказать. Как у меня все идет. Как, вот, думаешь, я вот, не знаю. Без еды... Сейчас сколько там? Больше месяца? Ну, около 45, наверное, уже. И вообще все легче и легче становится. Но, не знаю, стоит ли вообще возвращаться? Или, в общем, если, допустим, вдруг потом, не знаю, какая-то мысль мне придет что-нибудь покушать? Ну, как с этим быть? Это вообще лучше не думать об этом? Да, вообще, не знаю. Да, Артур, мы сейчас с тобой разбираем тот вопрос, которого нет, да? Ну, да, да, согласен. Поэтому смысла нет. Ты сам для себя все решишь. Если ты решишь, что тебе нужна на каком-то этапе еда, потому что, ну, блин, ну, много мы заходили, много я заходила на какие-то определенные сроки, выходила потом, были какие-то проработки, потому что, когда у тебя начнет открываться, когда ты перед собой начнешь открываться, тебе тоже нужно будет как-то как-то себя уловить. И это хорошо, если с тобой будет тот человек, который тебе поможет, а если с тобой не будет этого человека, как ты с этим будешь справляться? Не знаю, может, кто-то справлялся самостоятельно, я не могла на определенных этапах справиться. Мне нужно было выходить, мне нужно было обратно идти в те состояния, которые были для меня привычные. Вот, поэтому, как будет для тебя, я не могу сказать. А у тебя сколько было то, что ты максимально то, что ты заходила, потом выходила? Ну, максимально было четыре месяца, а сейчас с 14 марта, по-моему. Да, с 14 марта 2021 года. Угу, второго. Или двадцатого? Уже 14 марта, Светик, 14 марта. Первые два опыта у тебя было, первый месяц у тебя был, потом ты ела месяца три, потом ты на два зашла месяца, и сейчас третий у тебя. Да, я, естественно, ребят, уже не помню, какой это раз, но вот сейчас вот так. Год с чем-то, да? Год с семь месяца. Ну, вот 14 марта. Да, где-то так. Светлана, добрый вечер. У меня к тебе вопрос. Ты вначале говорила, что пока, как бы, человек не полюбит себя, пока любовь не поселится в нем, то, как бы, такого движения не будет. И я думаю, ты со мной согластишься, когда человек говорит, что я тебя люблю, или это, то есть, поступки говорят больше, чем слова. В связи с этим у меня к тебе вопрос. Как у тебя проявляется любовь к себе самой? В каких действиях, каких, я не знаю, поступках, в каких движениях, я не знаю, как хочешь, что назови. Ну, вообще, любовь, я еще раз, наверное, буду банальной для самой себя. Любовь проявляется в честности. То есть я себе сейчас позволяю детальную честность перед собой. То есть я никогда не иду, я никогда не иду к тому, что, ну, вот здесь я себя немножечко не доработаю, не проработаю, не дам себе там каких-нибудь там пожурить саму себя, да. В следующий раз это сделаю. Нет, в следующего раза не будет. То есть я насчет этого, это как бы не самокритично, это не про то, что я себя держу в ежовых рукавицах, а это про то, что когда я себе говорю по-честному про что-либо, я каждый раз открываюсь. Когда я начинаю ковырять себя там, например, ковырять себя там по детям, по финансам, по друзьям, по еще чему-нибудь, когда я начинаю по-честному себе это признаваться, у меня эти процессы моментально сейчас происходят. То есть у меня идут осознания в течение нескольких минут, максимум полчаса. Но я начинаю раскрываться, и вот эта любовь в себе, чем больше я перед собой раскрываюсь, тем глубже я становлюсь. Это любовь не про то, что намазаться кремиками, и сходить там себе какое-то новое платье, что купить. Ни в коем случае. Это именно про вот эту глубину, которую ты позволяешь самому себе, позволяешь самому себе. Вот это про это. У меня такая любовь, в которой я сейчас это вижу. И мне от этого очень хорошо. Ну, по сути, то, что ты сказала, вот ключевое слово, честность, это по факту, это качественная характеристика твоих действий, твоих реакций и твоих мыслей. То есть это просто характеристика того, что ты делаешь по отношению к себе. А я, наверное, туплю, ну, а вот я понимаю, что любовь к себе, это не пойти там купить новые шмоты. Про действия ты хочешь узнать, да, что я делаю? Умница. Спасибо. Про действия. Ну, ребят, я себе сейчас стала позволять, раньше себе этого не позволяла, по разным причинам. Я себе сейчас стала позволять путешествовать. Вы, наверное, сейчас многие, кто со мной взаимодействует, видите, что я постоянно где-то в пути. Я действительно приезжаю домой буквально на несколько, на несколько дней, на несколько часов. Я себе могу сейчас позволить ездить с детьми путешествовать, ездить без детей, но я постоянно где-то в движении. Раньше я себе не позволяла, потому что мне казалось, что это как бы, ну, вот женщина должна сидеть дома, смотреть там за детьми, смотреть там вот это. Сейчас нет, я встречаюсь с уникальными людьми, я езжу по уникальным, местам, я вижу те, я знаю, где, где есть разные, другие плотности, где есть порталы, как бы оно не звучало как-то там сказочно. Я езжу по таким местам, мне это очень нравится, и вот это то, что я начала себе позволять. и не так давно, наверное, ну, наверное, вот месяцев семь, вот так вот уже активно, и месяца, наверное, четыре, прям у меня, я постоянно в пути, постоянно в дороге. Это то, что про действия, это то, что я себе раньше не позволяла. Светлана, а вот тебе как женщине на данный момент твое тело нравится или тебе уже как бы сущности без вот этого акцента на половую идентификацию тебе все равно? или все-таки ты наслаждаешься собой, своим телом, как женщина, и, ну, с удовольствием бы рада было с кем-то поделиться этим телом? Нет, я, конечно же, я живу в этой плотности, я живу так же, как среди других людей. Мне мне приятно, конечно, что какое у меня тело, как оно выглядит, это, нет, это однозначно. Мне, конечно же, хочется даже, видите, у меня даже маникюрность. Вот, это безусловно. Ясно, то есть ничто человеческое тебе еще пока осталось не чуждо. Да. Это очень приятно. Благодарю. Умница. Можно тоже вопрос задать? Да. Словно. Да, хотел узнать, немножко, конечно, не по теме, но тем не менее. А вот лошади, например, лошади, они же вроде бы как у Кришин, буквально. Ну, там вообще, можно на них ездить? Или это все-таки неправильно? ну, что там, вот, там, там, люди к нему придумали, там, что-то, вести какую-то телегу, вроде, мы же как бы выше себя, ну, как бы, не выше себя, а ниже себя ставим, это живот, так, что мы вот так решили своей волей, вот именно по лошадям хотел узнать, ну, у вас есть какая-то информация? Интересно. Ну, по лошадям это очень хорошо, когда есть единение с лошадьми, это очень здорово, они, как бы, у них идет единение с человеком и разные вибрационные слои, потому что от лошади идет другая информация, иная информация, и она очень, я бы так сказала, наверное, она греет человека, то есть она как дополняет определенную структуру его, как бы это ни было смешно, но, например, женщины, которые не могут забеременеть, если, по каким-то причинам, если им покататься на лошади, ну, например, там сутки, то именно по тем вибрациям, которые дает лошадь для человека, женщина забеременеет достаточно быстро, там, смотря там, какой у нее анамнез, да, это тоже имеет место быть, вот, но то, что касаемо седло, нет, это неестественно для лошади, это неестественно для человека, а то, что именно кататься на лошади без седла, это, да, это идет, ну, это то же самое, как играть с собакой, как гладить кошку, то есть собаку уже в основном не гладят, а с собакой в основном не играет, кошку с кошкой в основном не играет, а кошку в основном гладит, и у нас есть каждый вот этот момент, например, слои, потому что орел, он несет вот такую структуру, да, ворон несет вот такую структуру для человека, То есть они, есть соединение вот этих вот миров, из каждого мира человек идет на каждом очень зеленом этапе, ему идет через определенную вибрационную связь с каким-либо, так назовем, животным, птицей, там еще с чем-то, идет определенная информация, которую он готов, это очень здорово, они как бы, людям это очень хорошо. Еще же очень важно, что ты сам думаешь про это, понимаешь, если ты думаешь, что это негативно, то как бы у них идет единение с человеком. Это с точки зрения йоги. Не, ну просто вот встречаются разные, ну как бы не то, что разные, а вот например, один кто-то вот говорит, прям искренне, он так уверен, тут у меня информация из потока, что вот животных не надо, они должны сами где-то жить, не надо к ним вообще лезть, ну для чего? Видишь, они не лезут, вот так вот, а ты поймал там, уже дурак сделал, куда-то поехал там со своими какими-то убеждениями, ну, я-то вот о чем говорю, что вот, ну как бы, ну вообще это как-то… Ну это понятно, но это же мы врем сами себе, это же опять про вранье, мы же не можем сепарироваться полностью от животного мира, от мира насекомых, от мира птиц, от мира еще кого-то. И когда мы говорим, вот вы к животным не лезьте, а комара, например, я убью, то это же неправильно, вот вы не режьте животное, а траву я сейчас буду косить до талого, это же неправильно, это же опять про вранье, понимаете? Когда мы начинаем говорить, вот здесь хорошо, здесь плохо, мы опять поделили, вот он такой негодяй, он есть труп, а я вот такой хороший, я ем скошенную траву, а скошенная трава, это что, это не труп? Когда вы будете на определенных этапах видеть кровь этой же травы, вот так назовем, да, вы будете понимать, что здесь кровь, что здесь кровь, это же про другое, мы можем получать информацию от природного мира, от любого природного мира, другим путем, не обязательно в себя что-то запихивать. И когда нам говорят, ну вот смотрите, но они же едят, и это опять же мы начинаем себя ставить в рамки животного, то есть мы хотим отличаться от них, либо не хотим, одно дело есть их и получать от них информацию, другое дело сравнивать себя с ними. У них вообще абсолютно другая генетическая структура, у них даже, у нас позвоночник стоит вертикально, у них горизонтально, у нас абсолютно разные вибрации от самой Земли идут. Ну это уже другая тема, это про другое. Мой вопрос, некий такое даже, ну, некое рассуждение, я вот считаю, что, ну, я занималась многими практиками, и, ну, я знаю, что у меня некоторые тела, тонкие тела, они достаточно хорошо прокачаны, но вот физически привязанность к идее и так далее, ну, почти невозможно мне, мне кажется, почти невозможно мне это преодолеть, тем более с возрастом все труднее. Но вот вы говорите, что есть разные, мы живем в разных как бы мирах, да, в разных, так сказать, пространствах, что-то есть, что влияет? Вот как бы некая, ну, не судьба, а то, что должно с человеком произойти, или так, как бы смириться с тем, что ты уже не сможешь дальше продвинуться, потому что, ну, потому что тебе это как бы не дано. Ну, даже не знаю, как это сказать. Я поняла. Ни в коем случае не смиряйтесь. Смириться – это значит умереть. Зачем? Вам же это физическое тело дано для познания себя новой, но никак не для смирения. Смирение – это вообще, я даже хотела сделать эту тему такую. Смирение – это смерть. Смирение нас все, посмотрите, у нас очень многие религии, на что настроены? На смирение. Смирение – это когда у тебя нет своей точки зрения, когда у тебя нет своей воли, когда у тебя нет своего тактильного аппарата внутри тебя. Зачем это? Ни в коем случае. А все, что касаемо еды, через силу воли, я вам четко скажу, что через силу воли выходят на не еду единицы. Это те моменты, когда что-то похоже, как у меня. Либо ты выживешь, либо ты умрешь. А по факту, когда у тебя идет переосознание самого себя, у тебя оно отходит. И, ну, не знаю, если прям вам так принципиально убрать еду, это не принцип. Вы, когда приходите к себе, она отваливается, становится неинтересно. Если вы хотите побыстрее, чтобы она отвалилась, ну, не знаю, приезжайте на ретрит, приезжайте на встречу. Вот. Там ребята понимают, что как бы еда – это неинтересно. Ну, я понимаю, да. Если, возможно, онлайн, то я бы взяла что-то онлайн, потому что пока что я сейчас приехать не могу. Просто, понимаете, вот, например, был Ян Спартак Поединков, да, который мне очень нравился, который называл себя бессмертным. И я думаю, что у него тело было проработано просто идеально, идеально-идеально. Действительно так. И он заработал с электричеством много и так далее. И он внезапно, ну, ушел, да, ушел. Вот он утонул, сидел, он медитировал и утонул в бассейне, оказался в бассейне. То есть я имею в виду, что что-то есть высшее, что от нас не зависит, то есть что-то определяет. То есть мы можем как бы говорить, вот я слышу, что многие автономы говорят, что мы можем там долго жить, но вот мне кажется, что что-то есть еще, что определяет. Не мы все равно решаем это. Нет, вы знаете, как сказала, мы решаем. Но смотрите, вот, например, я знаю, что, например, образно, да, я знаю, что стакан можно переместить по столу. Все знают, что стакан можно переместить по столу. У нас есть эти знания. Но во мне, например, нет мотивации, для чего мне переместить этот стакан. Похвастаться перед вами не проконает. Переместить, чтобы там протереть под ним стол не проконает, я могу его передвинуть. Переместить, чтобы он стоял просто в другом месте, опять не проконает. Понимаете? Бывает, что есть знания, но нет понимания, для чего их применить, для самого себя. Ты вроде хочешь этого, вроде есть желание, но вот этой вот последней, вот последнего вот этого вот моментика, последней вот этой вот ступенечки, ты не можешь для себя ее сформировать, для чего тебе это. То есть, вот, например, я знаю, что есть состояние бессмертия, я точно знаю. Я знаю, как этим пользоваться, я знаю это. Но если во мне не сработает вот какой-то момент, что я вот точно мне, вот моему единению, осознанию всего нужно идти в бессмертие, то я тоже туда не дойду. Хотя эти знания есть. И во многих же эти знания есть. Понимаете? Всегда должен быть полный пазл. Без полного пазла мы ничего сделать не сможем. Поэтому, когда я говорю, что есть эти знания, я готова их передавать с огромным удовольствием, потому что я знаю, что во мне будут эти знания там еще в тысячи человек. И я, например, не смогу поймать последний пазл. Еще кто-то там, еще сколько-то человек не смогут. А остальные-то смогут себе их поймать. Именно поэтому их нужно передавать эти знания. Потому что кто-то ведь себе соберет все эти пазлы и пойдет дальше. И когда он соберет эти пазлы, он поймет, как это делается просто, и уже следующим расскажет эту простоту. Да, то есть мы не можем повторить вашу жизнь. То есть мы должны через себя идти. Вот это самое сложное. Это самое увлекательное, потому что, еще раз повторю, когда мы идем за кем-то, когда мы идем за каким-то гуру, мы никуда никогда не приходим. Мы все время видим его жопу впереди себя. А когда мы просто начинаем делиться своим опытом, тогда нам проще будет. А, вот это вот мне подойдет. Ну-ка, я примерю. Так, мне это действительно подошло. Я пошел дальше, пошла дальше. Когда мы начинаем делиться своим опытом, это про другое. Это про рост самого себя. Когда вы слышите деление опытом кого-то. Не именно, что, ребят, пойдемте туда, я знаю, что там хорошо. Ты знаешь, ты иди. А ты скажи, что, а что там хорошо? Что хорошо для меня? Вот я поэтому и говорю, вот я вот это, вот это, вот это. Вы можете померить на себя вот это, это и вот это. И если подойдет вам, давайте. Потому что у меня же ребята, они же начинают даже, вот те, которые были там, например, на ретрите, да? Они скидывают такие уникальные вещи в чат. Это кажется вроде бы, с одной стороны, ерунда. Но за счет этой ерунды меняется вся жизнь. Абсолютно, тотально. Хорошо, спасибо. Артур, посмотри, пожалуйста, на ютубе, может, вопросы есть? Да, есть вопросы. Спрашивают про Москву. Если будете в Москве когда-то и как можно попасть? Вам очень хотел человек попасть. В Москве будет 28 и 29. Ребятого, все контакты всегда есть под видео. Ребят, напишите в Телеграм. И я дам вообще в Телеграме в школе автономии, например. Там есть пост, где вы можете там прямо посмотреть, написать комментарий. Там есть контакты Кристины, которая занимается непосредственно организацией. Я Москву не знаю, ребят, я вам не могу даже сказать. Я даже не смотрела где-то. Поэтому в каком конкретном месте будет, я не знаю. Но в любом случае есть и в Телеграме вся информация. И можете в личку написать. Я дам контакты Кристины. И тогда вы уже с ней можете списаться. И она скажет, где, что, когда, во сколько. А еще вопрос такой, что человек... Возможно ли не прорабатывать программы, а просто их удалить? Ну или перейти с то место, где они отсутствуют? Нет. Это же то же самое. Это же опять же через обман. Это как будто бы как, знаете, например, на обоих ребенок нарисовал, да, что-то. Вы не переклеиваете эти обои, а, например, закрашиваете. Вы их закрасили, вроде бы не видно, но под этой краской все равно вот эти почерпушки остались. Нет. Не прорабатывая себя, вы никуда не уйдете. Все равно через какое-то время это проявится. Это все равно выплывет. В любом случае нужно прорабатывать. И проработка – это же не про то, что уговаривать себя, а когда вы по-честному себе начинаете говорить, мне это чтобы что, да, мой любимый вопрос. И тогда уже вы начинаете себя распаковывать. Благодарю. Бывает ли такое, что у человека нет предназначения, абсолютно ничем не хочется заниматься уже 15 лет, кроме чисток и голодания? Нет, не бывает. Просто опять самому себе врете. Ребят, я так это говорю уверенно, потому что... Но у меня же... В моей практике были люди, которые говорят, вот я ничего не хочу. И когда мы начинаем с ними прорабатывать, когда мы начинаем с ними их открывать, вылезают очень многие моменты, почему он не хочет, почему ему удобно здесь сидеть, почему он не хочет ковыряться. Это же глобальная работа перед самим собой. Это же себе нужно в таких гадостях признаться, прежде чем себя проработать. Это же нужно себя настолько показать перед самим собой, какой ты, какой ты никакой. Это же самое сложное. Показать себя, что вот, да, я такой вот противный, я вот такой вот мажор, там еще кто-нибудь. Это мы можем сделать. А показать перед самим собой, какая ты скука, как с тобой неинтересно, и какой ты никчемный. Вот это же страшно. И когда ты к этому приходишь, когда ты понимаешь, и когда ты себе в этом признаешься, ты понимаешь, а почему я скучный. А где вот эта вот скука? Скука – это же тоже определенная ширмочка самого себя. Лучше я буду скучным, чем достану из себя вот это. Но чтобы достать из себя вот это, ты сначала себе должен признаться в одном этапе, потом в другом этапе, потом в третьем этапе. Ярик. Громко. Все, все понял. Вопрос, что такое? Чтобы осознаться, нужно облегчить питание? Ну, это, ребят, желательно, да. Потому что в любом случае, вот я, конечно, говорю, что питание, оно в любом случае – это питание, да. Но с чего-то нужно все равно начинать. Конечно, облегчение питания – это в первую очередь. Вы по себе почувствуете, как это. Это нужно, да. Светочка, привет. Привет. Можно спросить? Да, да, да. Скажи мне такую вещь. Вот если бы ты сейчас начинала, если бы ты не болела, как бы ты все сделала? Ой, ребят, если бы я сейчас начинала, если бы я не болела, я бы, наверное, в первую очередь начала себе признаваться в тех косяках вообще, почему я оказалась в таком состоянии. Это первый момент. И второй момент. Я очень благодарна подруге, что она мне показала дольмены, да, как многие, конечно, от них отнекиваются, но я очень четко вижу, очень четко слышу, и очень глубокие осознания приходят. Я бы начала еще тогда ездить на вот эти вот, на различные дольмены, потому что там очень много приходит ответов. И когда ты ездишь по таким местам, я по себе говорю, да, может быть, это не у всех, вот эти вот осознания, которые приходят, они же достаточно глубинны, и я вижу, как пропадает интерес к эмоциональному фону, который искусственный. А еда у нас всегда завязана на эмоции. Всегда. Только когда мы приходим к чувствованию, нам не интересны эмоции, и тогда у нас отваливается все, что было на эмоциональном фоне привязано. Там другой вопрос. И у меня биотоки, а если их не использовать, может влиять на здоровье? Задает вопрос просто человек, его зовут Айваз, я не знаю, что подразумевается конкретно. Можете пояснить, пожалуйста, поясните. Ну, насколько я понял, могут ли влиять вот эти биотоки, какие-то он биотоки использует, могут ли они влиять на здоровье? Это я, насколько понял, вопрос. Не знаю, лучше пояснить, конечно. Пишут здесь, благодарю, много всего увидела в себе. И вопрос еще другой. Человек выдает вопрос. Родился кентавр после покатушек на лошадь? Что? Я что-то не понял. Это можно не читать. Да, да. Так, сейчас. Доброй ночи. Вот зашел первый раз на вашу передачу и хочу узнать, вы ведете эту передачу на Телеграме? Если да, то дайте ссылку на ваш канал. Ну, ссылки будут под видео, поэтому, ребята, ходите под видео, смотрите. В какой момент появляются способности и можно ли технически научиться? Технически научиться нельзя. Можно только через осознание. В какой момент они появляются? У каждого по-разному. Я была такой очень-очень заскорузлым человеком, так скажем, да. Я была обычной бизнес-леди, у которой было несколько бизнесов, и для меня там какая-то вот эта вот духовность, душевность, какие-то там голодания для меня были неприемлемы, потому что большинство вопросов решалось, большинство договоров, подписанты встречались в ресторане. Поэтому для меня это было как бы нет. Не про меня это было. Поэтому технически... Нет, это должно быть через сознание. Я не вижу, как это технически в себе выработать. Пишут, благодарю, благодарю. В общем, благодарности. Как отличить рептилоида от обычного человека? Но вообще человек – это единственное существо, или как, у которого есть чувствование. Мы не берем, да, животных, опять же, мы не сравниваем себя с животными. Если нет чувствования, если есть только эмоциональный фон, то здесь можно задуматься. Чувствование – это про другое. Это как раз и отличает людей. Человека с большой буквы. А и такой еще глубокий вопрос там был. Если можете рассказать про плотности, подробнее простым языком, про разные плотности с примерами. Ну, ребят, про плотности рассказать – это очень сложно. Плотности нужно показывать. И плотности я стараюсь показывать на ретрите. На ретрите там уже ребята, когда погружены в определенное состояние, они видят это плотности. А так, ну, что я вам скажу? Ну, есть плотности, есть плотности. То есть люди, которые там, ну, грубо говоря, умерли, да, они же, как вы думаете, куда они улетели, где они летают. Они просто в другой плотности. С ними точно так же можно разговаривать. Они, бывает, застревают между плотностями по определенным причинам. Потом различные животные, тотемные животные, да, которые, вот так назовем их, которые появляются, которые на определенном этапе с человеком, с человеком идут к какой-то определенный его этап жизни. То есть, например, большинство людей не видят этого животного, да, а видящее, и ты видишь, видишь это животное, это птица там, насекомое, неважно, оно с тобой всегда присутствует. Вот, это тоже другая плотность, которую там видят или не видят. Ну, вот, если просто, но когда мы это просто говорим, да, это получается какой-то бред. Поэтому я не люблю об этом говорить. Это нужно показывать. Это когда мы находимся в определенном поле, это можно показать. Это человек уже видит. И когда он видит, тогда ему не надо об этом рассказывать. Скажите, пожалуйста, когда человек остановит, его тело не мерзнет? Там уже температурный режим, он наоборот выстраивается. Там, конечно же, если вас засунут там, не знаю, там в минус 40, да, то, наверное, замерзнут. Я не была в таких ситуациях. Но я могу сказать, что тело все время хочет прохлады, я бы так сказала, да. Очень приятно купаться зимой в море. Зимнее море, оно намного приятнее, когда ты не кушаешь, чем летнее. Очень приятно находиться в горах, когда там другое сжатие воздуха, когда вот там прохлада. То есть получается, что когда ты без еды, тебе больше хочется не жары, а больше хочется свежести, больше хочется вот этого холода, но, наверное, не леденящего какого-то, а именно свежести, прохлады. Больше хочется. Как вы понимаете, чувствование? Чувствование, смотрите, чувствование от эмоций очень просто отличить. Эмоции, они всегда либо хорошие, либо плохие. Они всегда на грани чего-то. Холодные, горячие, плохие, хорошие, приличные, неприличные. То есть всегда есть деление по эмоциям. А чувствование, там нет деления, они просто есть. Чувствование – это глубина. Поэтому их очень просто отличить. Когда вы понимаете, когда вы не делите на что-то, значит, это чувство. Если вы готовы это поделить, что хорошее, плохое, теплое, холодное, мягкое, твердое, там еще что-то, это всегда про эмоции. Как защититься от мужского внимания на голодных днях? Я как будто светится для начинающего, особенно для рептироидов. А, нет, сейчас, я неправильно прочитал. Я как будто светиться для них, начинаю, а, светиться для них начинаю, особенно для рептироидов. Как защититься от мужского внимания на голодных днях? Это вас, вам очень хочется мужского внимания, у вас его не достает, и у вас где-то очень глубокий обман сидит по отношению мужского и женского. Светлана, вы способны левитировать? Ну, левитировать, я бы, наверное, как бы нет такого, чтобы прям левитировать, но через какие-то плотные предметы проходить, да, но это многие люди могут это делать. А на автономии включается у человека шестое чувство? А пятое какое? Давай как-то посчитал, что есть 70 светов, наверное. Ребят, там глубина идет немножечко другая, да. Если хотите, назовите это шестое чувство. Если хотите, назовите. Это же познание себя, это же все в нас сидит. Это мы не что-то такое приобретаем, это мы раскрываем, мы себя раскрываем. Добрый вечер. Вопрос о плотности. Был про одновременное проживание в них? С примерами, пожалуйста, было бы дарю. Ребят, про плотности я еще раз, да, я уже говорила, вот про плотности давайте мы, чтобы не было у нас, не перешел в какой-то мифический, мистический, сказочный эфир, если кому-то это интересно, если кто-то уже готов идти вот в такие состояния, вы сначала себя найдите, если вы понимаете, что вы готовы уже находиться в других состояниях, потому что это, но это не про веселье же, это насколько вы готовы удержать себя сразу же в нескольких мирах. Это же опять же про работу с самим собой. Если готовы, приезжайте на ретрит, потому что на ретрите достаточно глубокие люди уже приезжают, которые спокойно могут делать те вещи, о которых мы можем читать только в сказках. И вот человек, который про шестое чувство спрашивал, пишет, что шестое чувство это интуиция. Оно у вас всегда включено, ребят, у нас всегда включена интуиция, у всех по максимуму, но мы очень часто ее не замечаем, потому что у нас нет доверия к самому себе. Вот бывает же такое, вот вы, например, там куда-то собираетесь и, я не знаю, там что-то там не получается, то ключи забудете, то там еще что-то, то еще что-то. Это же уже говорит о том, что тебе нужно что-то пересмотреть, в том, куда ты идешь, что ты сделаешь. Но мы все время это убираем, потому что мы живем социумом, мы же не живем с собой, мы же не живем душой очень часто, потому что это надо, потому что это нужно сделать, потому что я запланировал, потому что я купил билеты, потому что я то-то-то-то-то-то, и придумываем себе целый ансамбль того, почему нам это нужно сделать. А потом удивляемся, почему наша жизнь, вот мы вроде бы все сделали, что мы хотели, а удовольствие не получили. Удовольствие не получили, потому что не через душу живем, через социальные программы живем. И когда мы это убираем, когда мы приходим к своей душе, когда мы поворачиваемся к самому себе, то тогда у нас и происходят те самые важные вещи для нас, которые мы можем назвать интуицией, еще что-то. Но когда мы живем по душе, мы уже четко знаем. Мы, например, туда пошли, раз, мы сразу же считали, что там нас ждет. И если наша душа просит этого дальнейшего, то мы идем в это. Если наша душа говорит, как бы это не твое, мы разворачиваемся и уходим, не важно, сколько мы заплатили за этот билет, за этот проход, сколько заплатили денег, времени, энергии, не важно чего. Если душа сказала нет, мы разворачиваемся и уходим. Вот что такое интуиция. Интуиция – это всегда жить по душе. И мы ее все время забываем, потому что мы же ее не видим. Поэтому у нас сейчас очень много говорится о том, что души не существует, души нет, нет вот этого, нет того. Потому что мы не можем к ней прийти, мы не можем ее прочувствовать. А как нам себе признаться, что мы даже не можем прочувствовать свою душу? Поэтому нам ее проще отрицать? А вы можете показать поле, ну, про которое говорите? Это Яна пишет. Я не особо понял, какое поле, но ладно. Я не знаю, Ян, про какое поле говорите, как вы вообще понимаете это, показать это через камеру, про какое поле вы говорите. А если у мужчины энергетическая связь с женщиной, но при этом он заводит ребенка с другой женщиной, та энергетическая связь с первой женщиной может влиять на то, какой ребенок родится? Во-первых, если энергетическая связь с женщиной, то мужчина с другой женщиной никогда не будет. А если он себе врет, что вот с этой женщиной у меня вот это, а ребенок с другой женщиной, он просто погряз во вранье, и родится ребенок, который уже изначально кармически завязан на этом вранье. Это же… И что вы хотите получить? Какой ответ? Это же уже про ложь. А как у вас деплеваться сна и деперативный сон? Сколько часов с деплиткой спите? Да, я не считаю. По-разному бывает. Бывает сплю, бывает не сплю. У меня нет такого, что там обязательно спать или обязательно не спать. Хочу сплю, хочу не сплю, хочу там каждый день посплю, там, не знаю, по два часа, может быть. Хочу несколько дней не сплю. Нет такого, нет отслеживания этого. Но и нет уже того, что ты постоянно там в сне, постоянно там в 10 часов тебе нужно лечь спать, в 7 часов тебе проснуться, отправить там кого-то на работу, детей в школу, там еще что-то. Это уже отходит тебе без разницы. У меня даже у детей нет графика сна. То есть они захотели там ночью колбаситься. Днем может там час-два поспать. То есть у меня дети по-другому живут. Человек, который про биотоки писал, пишет. У меня биотоки, я болею. Если не использовать, они могут влиять на меня. Бывают моменты такие, касающиеся человека или вещей, биотоком. Это что? Скорее всего, статическое электричество? Конечно, статическое электричество, это не про биотоки. А если вы болеете, подумайте, почему вы со своей болезнью не можете расстаться. Вы же, опять же, не можете повернуться к самому себе. Наша болезнь – это всегда уход от себя. Это когда вы отворачиваетесь от самого себя, когда вы отворачиваетесь от своей души, когда вы не хотите узнать, почему это. И очень часто бывает такое, как вот мне пишут, например, а вы можете избавиться от такой-то болезни? Я могу, а вы-то ведь от нее не избавились, потому что вам она нужна. Понимаете? Как только вам перестает нужна быть эта болезнь, вы от нее сразу же избавляетесь. Вы находите всегда те пункты, те подпункты, те моменты, те зацепки, за которые она может держаться, и убираете их. Если они еще есть в вашей жизни присутствуют, значит, вам это нужно. Понимаете? А если вы не можете в этом разобраться, то это уже другой вопрос. Здесь я могу помочь. Кажется, мы на все вопросы ответили. Ребята, если больше нет вопросов, то предлагаю еще чуть-чуть помолчать и отпустить Светлану, потом уже два часа с чем-то... А, не, не два, а час двадцать минут. Да, ребят, я вас еще хочу пригласить, у кого нет возможности приехать, то с завтрашнего дня начинается онлайн-марафон, где будем индивидуально прорабатывать и расскажу о некоторых вещах, каких-то более глубоких. Кто хочет, приезжайте на личную встречу в Москву и на слет автономов, конечно же. И кто хочет глубокие проработки, приезжайте на ретрит. И еще на ретрите познакомитесь, приедет на встречу, на знакомство человек-паук Андроныч, который спокойно лазит по любым горам без страховки. Спасибо огромное за вопросы, спасибо, что приглашаете. Мне с вами было очень приятно, благодарю. Благодарю, благодарю очень, было интересно. Ждем почаще Светлана, очень-очень здорово. Поднимаетесь, заряжаетесь, все, проходитесь. Продолжение следует...